Добрый вечер! Я думаю, 10 минут на опоздавших мы выдержали, можем начинать. Большое спасибо, что пришли, очень рад вас видеть, всех здесь. И вот, как говорит мой хороший друг Вадим Белов, который здесь тоже присутствует, я у него слябью эту замечательную шутку, которая мне нравится. Сюда приходят настоящие друзья, потому что только настоящие друзья будут слушать тебя за деньги. Я начинаю. Опять мне снится сон, один и тот же сон. Он вертится в моем сознании, словно колесо. Ты в платьице стоишь, зажав в руке цветок. Спадают волосы с плеча, как золотистый шелк. Моя и не моя, теперь уж не моя. Кто же, кто лел тебя? Ответь мне хоть теперь. Я в птице, я в птице. Из текля белых рук прошло, все прошло, остался только этот сон. Остался у меня на память от тебя портрет, твой портрет работы Павла Пикассон. Не будет у меня с тобой, наверное, встреч. И не улыбну больше я твоих печальных плеч. Хранишь ты или нет колечко с бирюзой, Которое тебе одной я подарил весной. Как трудно объяснить и сердцу, и тебе то, что мы теперь чужие раз и навсегда. Мне снятся лишний губ и степли белых рук. Прошло все, прошло, остался только этот сон. Остался у меня на память от тебя портрет, твой портрет работы Павла Пикассон. Спасибо. Я вообще рассчитывал увидеть недоумение в глазах. Песня специально выбрана для этого. А вот что-то как-то пока особого недоумения не видел. Эта песня написана, вернее, исполнялась ансамблем «Веселые ребята» в 70-м году. В общем, вопрос на токан. Какое отношение она имеет к этому концерту? Вы подумайте, а потом где-нибудь в середине я скажу. Ну а теперь традиционно, поскольку вечером у нас называется «Поэзия полета», вообще решил не задуряться с некоторых пор. У меня все концерты будут называться «Поэзия полета». Потому что это не значит, что они будут все одинаковые. По содержанию они будут разные. Ну просто, несмотря на то, что у меня есть много песен и на неавиационную тему, все-таки основа – это именно «Поэзия полета», с которой когда-то все началось. Ну, собственно говоря, с нее и начнем. «Поэзия полета» «Поэзия полета» Пусть говорят, профессия опасна, «Поэзия полета» Мне позавидуют коэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновенья, и для того на свете стоит жить. Что вновь преодолеть земное притяжение, и снова радость звезды ощутить. За горизонт лечу, встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют коэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют коэты, когда я поднимаюсь над землей. Мой труд порой блеснет русинкой пота, там, где свинцово дышат облака. И все же моя поэзия, поэзия полета, и каждый вылет новая строка. За горизонт лечу, встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют коэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют коэты, когда я поднимаюсь над землей. Это одна из самых известных моих песен курсантского периода. Ну и, как я, скажем, сказал, что, несмотря на то, что много песен на ненавиационную тему, но от небесной темы я отказываться никогда не буду, потому что это основа. Осенний дождик душа впереди, по мелким лужам часто семенят. Я помню день, когда это уходило, и как тогда колбасило меня. И урах мыслей нервно теребя, чтоб обмануть тоску свою и грусть. Я обманул вначале сам себя, поверив в то, что, может быть, вернуть. Давайте так, я все как на духу, конечно, вам не стану открывать. И даже то, который наверху, позволит мне о чем-то промолчать. А синее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. Давайте так, я стал утверждать, и вряд ли вы поспорите со мной. Нам в этой жизни повезло летать и провести полжизни над землей. Нам повезло немало повидать небесной и заморской красоты. И те мгновенья счастья испытать, не раз, когда сбываются мечты. А то, что все когда-нибудь пройдет, я, как и все, конечно, понимал. Ну, что внезапно так произойдет, все это даже не подозревал. А синее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. И буду летать я и слева, и справа, с учетом ошибок и взятых поправок. И с темой небесной во век не разданусь, и бывшим лотом, конечно, не стану. Давайте так. Аплодисменты Мне в первую очередь хочется спеть песни, которые были написаны совсем недавно. У меня этот год, это лет, оно довольно-таки плодотворно получилось. Благодаря множеству новых впечатлений я полетал на планере, ну, как полетал, меня покатали, ну, далеко атлуатировать, вот, на воздушном шаре покатали, но следующая песня, ну, об этом дальше, да? Следующая песня у нас называется «Экипаж», это премьера песни. А она в ютубе уже, в ютубе, вернее, в этом, на фейсбуке я ее выкладывал, вот, в зале она звучит впервые. Получилась она, значит, идея этой песни возникла в апреле этого года, когда на мой концерт пришел весь мой экипаж, с которым мы летали на Ту-154. Теперь уже они все капитаны. На тот момент Костя Мелихов был бортинженер, был пилотом на Боинге, но вот 3-го числа он выполнил первый самостоятельный полет в качестве капитана Боинга. И теперь все капитаны, да, то есть, Борис Передиренко, второй пилот, теперь капитан Аэрбаса 320-го, штурман Эдуард Волшин, капитан Аэрбаса 320-го, Костя Мелихов, капитан Боинга 737 и Вадим Захаров, капитан на пенсии. То есть, я всех вывел в люди, как мне уже рассказано. Вот, ну а самолету Ту-154 я там тоже написал в комментариях. Очень красивый самолет, который у меня просто не было на других типах, ни когда я летал пассажиром, у меня не было такого ощущения, что когда ты не понимаешь, самолет еще летит или уже бежит под полосей, то есть до того момента, пока он не пустил ногу. Ну, это, конечно, зависит от качества полосы. Вот в Нижневартовске такая была посадка в Сеуле. На других типах бывают очень мягкие посадки тоже, но вот этот вот маленький тюк, он все равно есть. Она вот очень мягкая, но ты понял, что он коснулся. На Ту-154 были посадки, когда вот этого тюка не было. Я не ставлю для себя в заслугу этот самолет такой хороший. Ну, и получилось так, что для того, чтобы эту песню выложить на Фейсбуке, мне пришлось сделать нарезку из фильма, который второй пилот тогда, Борис Передиренко, снял, как мы в Ганновере летали, потому что на Фейсбуке там аудиофайл не выкладывается, только видео. Вот, ну, получился такой вот он клип, не клип, да получилось. Я просто смотрю, что я сказал, что не забыл. Если забыл, потом. Борис Передиренко Борис Передиренко Валерий Курас Мы снова отработали красиво Мы с ним опять все сделали на пять Мы снова отработали красиво Пусть это все давно уже прошло Я представляю часто и поныне На эшелоне солнце бьет стекло И вчетвером мы вновь в одной кабине И нам сейчас название экипаж И мы сейчас как организм единый И тот, который видимый пейзаж Увидеть можно только из кабины Тамара принесет нам кофейку И штурман вновь достанет сигареты Владивосток нас ждет или Баку А может быть Ганновер с эстафетой И хорошо мне просто оттого Что я в кабине, в экипаже, в форме И мне не нужно больше ничего Полет идет, параметры все в норме И жалко мне немного пацанов Что на глаз кокпит сразу попадают Конечно, там работа, будь здоров Но, несомненно, что-то пропадает На Боингах зарплата хороша Из этого дневовка как-то даже Но там была душа, но там жила душа В четырехчленном нашем экипаже Но там была душа, но там жила душа В четырехчленном нашем экипаже Субтитры создавал DimaTorzok Наш самолет коснулся полосы Кто спал в салоне, даже не проснулись Пробег, остановлены часы Мы удовлетворенно улыбнулись Пробег, полет окончен, можно отдыхать И гордо рулит лайнер белосиний Мы с ним опять все сделали на пять Мы снова отработали красиво Мы с ним опять все сделали на пять Мы снова отработали красиво. Спасибо. Я все равно волнуюсь, поэтому ошибаюсь и убиваюсь маленько. Кстати, вот не все сказал в комментариях. Вот эта фраза, вернее строчка «Тамара принесет нам кофейку». Знаете откуда, да? Да, из кинофильма «Экипаж» еще 79-го года. Там такая забавная ситуация, когда экипаж на тренажере, нам сначала непонятно, что это на тренажере, там они отрабатывают пожар какой-то, в общем, все напряжены такие, потом показывают стюардессу, заходит такая, «Командир, что делать, что делать?» А вот с женой играл командир, «Что делать?» «Принеси-ка ты нам, Тамара, кофейку». Ну, тренажер мы никогда сроду не ходили с бортуральниками, даже сейчас, по-моему, да? Ну вот, а фраза стала такой крылатой, да? «Тамара принесет нам». Мы приглашали тогда девочек, нередко когда мы работали, чтобы кофейку или чайку, независимо от того, как их звали, «Принеси-ка ты нам, Тамара, кофейку». Ну, и о душе, которая жила в экипаже, да, мы на самом деле и день рождения вместе отмечали, и на рыбалку ездили там с ночевкой, с палаткой, и много у нас было интересного, ну, нашим четырехчленам экипажа. «Да, а вот как раз я еще буду говорить, о душой экипажа был второй пилот Боря Передиренко, который сейчас летает командиром на самолете «А-320», и он этот фильм снял, вот, и, в общем, очень интересный человек, очень хороший человек. У меня в этом сезоне, скажем так, много песен, не только на авиационную тему, поэтому я так в первом отделении постараюсь спеть вот только то, что новенькое, а уже второе будет так, более-поле авиационной направленности. В марте меня приглашали с концертом в Красноярск, вот, а до этого я там был ровно тридцать лет назад, в восемьдесят шестом году, товарищ меня приглашал покататься на лыжах в Бобровом лагу, ну, и сейчас, значит, в этом году мы это дело повторили. Город, конечно, очень красивый, очень красивый рельеф, вот, очень понравилось. Ну, и песня как-то так вот, как вид из окна появилась легко. За окном несет воды и не сень, Утро, март, мороз, река парит, Правый берег в сопках во всей красе, В общем, из окна обалденный вид. А я был здесь давно, пронеслись года, Только это место вблизи Саян Мне запало в душу еще тогда, Тридцать лет назад город Красноярск И перелистать хочется опять В памяти моей любимые страницы Жаль, нельзя начать, Снова все начать, Жизнь не повторится. Ты прости, что я снова набегу, И все опять просто не успеть, Мне в Бобровом бы побывать в лагу, Да еще тебе свои песни спеть. И у часов, где много цветных огней, Где еще краше теперь, чем давно тогда, Погулять, любуясь на Енисей И захотеть приехать еще сюда И перелистать хочется опять В памяти моей любимые страницы Жаль, нельзя начать, Снова все начать, Жизнь не повторится. За окном несет воды Енисей, Утро, март, мороз, река парит, Правый берег в сопках во всей красе, В общем, из окна обалденный вид, В общем, из окна обалденный вид, Но очень из окна обалденный вид. Спасибо. Да, 6 марта там утром было минус 27. На одном из концертов в мае ко мне Подошел в Новосибирске Володя Кочкин, Выпускник нашего училища Самого крайнего выпуска, 96-го года. У него там не совсем получилось Именно по выпускной специальности, Тогда в 90-е годы у всех там по-разному складывалось. Но это дело закончилось тем, Что он организовал планерный клуб. Ну там различные чемпионаты у них постоянно проходят И у них, и за границу у них здесь. Они там все такие титулованные ребята. И его пригласил, Нас с женой, Решеты. Решеты – это деревня, 225 километров от Новосибирска. И мы туда приехали, Нас покатали на планерах. И там вот такое интересное место. Вокруг везде дожди. Там заливает просто, Хлещет. В решетах, но может быть, Небольшая облачня. Но все равно синий небо. Вот. Везде льет, И там летают. Вот. А поскольку я вообще мечтал полетать на планере Еще, по-моему, в 79-м году, Первый раз у меня такая мысль была, Мелькнула, И как-то она затаилась, И, наверное, ждала просто своего момента. И вот этим летом реализовалась. Совершенно новые интересные ощущения. Очень нравится, что там двигатель не откажет. Ну и просто в тишине. Ну как? Тише самим. Все красиво. Ну и песня как-то тоже появилась как-то легко. И сама собой. По области повсюду льет. И только над решетами Играет синюю небосвод. Как будто здесь заштопали. Погодка для летания класс! И горшуны паящие Подскажут, где сейчас у нас Потоки восходящие Под облаком найду поток И в левый становлюсь вираж Сбираясь за витком виток Как будто на другой этаж И отрешившись от проблем Смакую ощущения Знакомого совсем не всем Свободного варенья Бесшумного и плавного Меж облаков скольжения Гигантской птицы вайнера Изящного движения И сердце радует простор И петь, конечно, хочется И не откажет вдруг мотор И топливо не кончится А у тебя своя игра Кубники собирания И дела нет до планира До моего летания И помыслы твои просты Пока я был в парении Нас собирать успела ты На баночку варенья Субтитры создавал DimaTorzok Я снял песню «Решеты» И вот как песня «Спутник» Появилась еще одна песня Дело в том, что Мы там были несколько раз Вот месяц прошел после этого Говорю, слушай, что-то мне в «Решеты» хочется А он говорит, что-то мне тоже Вот мы звоним Володе, спрошим Володь, а можно привезти? Он говорит, не вопрос Вот здесь Они-то туда, планиристы, прилетают все Приезжают они в пятницу вечером В субботу у них начинаются полеты В воскресенье тоже Ну и там В зависимости от того, кому когда на работу Кто-то уезжает в воскресенье вечером Кто-то до понедельника остается Вот Ну В общем После полетов там всегда вечером костер А там шашлыки там, в общем Все это душевно Там люди совершенно необыкновенные И Это вот ощущение Хорошо И вот появилась песня Которая называется «Аура» Она как-то вот Она еще легче появилась Это вот Моя самая любимая песня Этого Этого лета, скажем А ну так вот Все нам собирается в пятницу А мы всегда проезжали в субботу Поэтому В песне именно Приближайте субботу Снова хочется в решетку Там Летают Планеры Там ребята славные Там Такая Аура Что Хочется Кричать Ура Мы Отложим все заботы И Отправимся в решеты Полетать на планеры С Ребятами Славными И Вечернего Костра Там Ведь Тоже Аура Утром Выдешь Чисто Поле Там Приоле И Раздолье Там Клубника Спелая И Приховор Коровы Смелые Прямо С Раннего Утра Там Повсюду Аура А Там Такая Аура Что Хочется Кричать Ура Полетаем Над Землей Полюбуемся Красной Воскресенье Кончится А уезжать Не хочется Но Тем не менее Пора До свидания Аура До свидания Аура Повсюду 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 Спасибо У нас жена здесь спор получила Я говорю Вот потому что там Какое место хорошее Аура Такая Там Такие люди собрались Замечательно Там кстати вот этим летом у них Два человека Вылетели самостоятельно Девочка 15 лет У нее был первый самостоятельный Полет на планере И дедушка 70 лет У него был первый самостоятельный Полет на планере Поздравляю себя В общем То есть Авиации Все возрасты По корню Ну так вот Или я уже сказал В общем не повторяю Я говорю что Место такое Поэтому там люди такие хорошие Она говорит нет Там просто столько Хороших людей собралось Что в итоге Получается такое место Что там погода всегда хорошая И Ну и туда вот так вот хочется Вот Я пожалуй могу с ней согласиться Так По поводу песни с которой я начал У кого-нибудь какие-нибудь предположения были или вы просто уже забыли? Призов Призов конечно не будет Никаке Просто интересно Дело в том Дело в том что Тоже научиться на гитаре играть На гитаре играть И Так же хорошо петь Вот Вот Я сейчас еще одну спою Песню Песню Не свою Совершенно Ну что Надо А музыка Валерия Сейчас Да Валерия Сергеева Вот Но я в интернете послушал Там совершенно другая мелодия Чем та Которую я услышал Вот много лет назад Но она как-то вот запала Песня красивая Я ее сейчас пою Хоть она и не моя У кого без нее Терялись Облака Сосульки брызг Растаяли На скалах Мы Возводили Замки Из Песка И Солнце В узких Ворнах Мелькало Наши следы Заливала Волна Белую соль Доставала Со дна А между пальцами Медленно тек Мокрый Песок Серые башенки На берегу Я целовал Две морщинки У губ А между пальцами Медленно тек Песок Медленно тек Медленно тес Nobody Летят ветра к далеким островам, Сметая пыль с пустых осенних бляжей И разметают листья, как слова. Принцесс, что жили раньше в замках наших? Наши следы заливала волна, Белую соль доставала со дна, А между пальцами медленно тек мокрый песок. Серые башенки на берегу, Я целовал две морщинки в губ, А между пальцами медленно тек песок. Ты слышишь, как волнуется метель, А нам надежды чьи-то тоже смоют, Но счастлив я, как счастливы все те, Кто строил замки из песка у моря. Наши следы заливала волна, Белую соль доставала со дна, А между пальцами медленно тек мокрый песок. Серые башенки на берегу, Я целовал две морщинки в губ, А между пальцами медленно тек песок. Спасибо. Ну, чтобы от авиационной темы далеко не уходить, Следующая песня называется «Ренат, летчик должен летать». Летчик должен летать, Тут все просто и ясно, На себя, значит, вверх, От себя, значит, вниз. Летчик должен летать, И при том безопасно, И это вовсе не блажь, И ничего, это каприз. Сварщик должен ворить, Кто-то должен шить тапки, Если ворс воровал, Сыщик должен сыскать, Лекарь должен лечить, Бизнесмен делать бах, Техник должен технить, А летчик должен летать. Ни копать, ни стрелять, Ни размазывать масло, По толсту, как Рембранд, Чтоб шедевр написать, Летчик должен летать, Летчик должен летать, В ясный день и в ненастный, И еще по ночам, Когда хочется спать. Кто-то должен мешки вдохновенно ворочать, Кто-то словом наделал, И его вдохновлять, А летчик должен летать, Потому что он летчик, Вот если бы счетчиком был, Должен был бы считать. Я, быть может, не прав, Я могу ошибаться, И, возможно, меня Кто-нибудь упрекнет, Каждый делом своим Должен он заниматься, Летчик должен летать, Пусть Киркоров поет, Каждый должен пахать, По возможности классно, И тогда будет все, И у всех зашибись, А летчик должен летать, Тут все просто и ясно, На себя, чтобы вверх, От себя, чтобы вниз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Следующая песня на стихи Лилии Конникова. Я уже говорил, но здесь, в общем-то, большая часть людей все-таки знают, что это директор или начальник посадочной площадки Лопшинга на Беломоре. Очень интересный человек. Стихи мне его прислал мой друг Паша Техник. Просто так, без задней мысли. Я просто взял гитару и сразу захотелось спеть. В смысле, не то, что захотелось, я взял и спел, потому что как-то легло. У меня редко очень бывает так, что я пишу что-то на чужие стихи. Особенно, когда их так, скажем, специально просят спеть. Ну, извините, не получается. Мне надо, чтобы это моим оказывалось. Вот, в данном случае это... Я его называю «Маленькие рыжеские селения», но такое длинное название. В принципе, «Рыжая трава» — это короче. Рыжая до пояса трава, Мелкий березня среди покосов, В огородах жалкая ботва, Чёрная от утренних морозов. А за нею горбятся дома, У свинцовых волн под небом мрачным. Скоро-скоро станет тут зима, Щелень пухом забивать гагачьим. Я рубцовским памятным стихом Встретю потемневшие избушки. Моем двоим вновь качнул крылом, И опять наук в аэродром Вышли деревенские старушки. Увязали накрепко в пульки В свой гостиниц рыбу да морожку, Машу самолёту сняв фотки, Крестят пассажира на дорожку. Молодость, наверное, не поймёт, Сколько в этих проводах печалей Расстаются с руками на голову, А в глазах вопрос не навсегда ли. Пьюсь янтарной ягодой чай, Что мизинским солнцем обогрето. Ты, деревня, шибко не скучай, Прилетим на будущее лето. Вот и стали ночи посветлее Звёзд высоких радостней в колене. Защити, спаси, звезда полей, Маленькие русские селенья. Защити, спаси, звезда полей, Маленькие русские селенья. Маленькие русские селенья. Маленькие русские селенья. Будем после грустных песен Стараемся чередовать с весёлыми, Чтобы, дай Бог, кто-нибудь не заплакал. Следующая песня называется «Воздушный шар». Я её в августе уже здесь исполнял, В этом зале. Ну, тогда она была ещё совсем свежая, Так она сейчас маленько отвисела, Я себе кое-какие слова подкорректировал. Вот, в августе Меня покатали на «Воздушном шаре» Первый раз. Совершенно, Совершенно другой там полёт, Ну, даже не знаю, как это назвать, Полёт или всё-таки Воздухоплавание. Потому что, Заходите, Александр, Не стесняйтесь. Да-да-да. Ну, чё ж так так? Мне очень приятно, Вообще, что вы все здесь собрались. Вот, у меня здесь люди, Которые с Воларды приехали, Наверное, ещё откуда-то вот из... Мне вот это вот просто. «В Владивосток?» Вот. А что прям на концерт? Да нельзя. Ну, АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. А вот. Я вам всем благодарен, Что вы пришли. Ну, это вот, как-то вот, Так, Говорю-говорю, Потом, Я же ещё забыл, Вот, хотя, наверное, Недостаточно поблагодарить. И ещё мне очень неудобно, Вот, перед людьми, Которые у меня за спиной, Я бы с удовольствием, Вот, Хорошо бы вот была такая сцена, Крутящаяся, да? Потому что, Ну, честно слово, Как в том анекдоте, Вот, про таксиста, да? Ну, чё, что я к вам спиной? Это не специально. Ну, так. А дальше, значит, продолжаем Про воздушный шаг. Особенности управления воздушным шаром, У него там, ну, по крайней мере, У того, на котором нас катали, У него нет возможности управлять, Управляться там и управлять его по направлению, Только изменением высоты. То есть, Капитан выбирает точку маршрута, Таким образом, чтобы ветер дул, Ну, хотя бы так ориентировочно в нужном направлении, А там по высоте ещё направление ветра меняется, И таким образом, вот, Примерно рассчитывается маршрут. Ну, наш капитан Наин Шахмиев уже опытный был. Ну, я когда увидел корзину, У нас было четверо, ну и он пятый. И я говорю, что мы, От корзинка тут чуть больше стало. Я говорю, мы что сюда все поместимся? Он говорит, еще кроме нас Четыре баллона с газом. Вот. Ну, мы, правда, поместились. Вот. И, значит, выбирается точка, Шар поднимается, Эти газовые горелки его постоянно подогревают, И он поднимается выше там, Или опускается ниже, В зависимости от того, что нужно. И нам действительно там есть такая строчка, Красотища, Что понесло нас на Мочище. Вот. В Москве есть Мочище, А у нас Мочище тоже, Такой населенный пункт. Большой уже. И нас прям понесло прям под центром. Сейчас было, по-моему, 5 часа вечера. Народ там бани топил. Ну, и, конечно, Всем было интересно, И нам было интересно, И тем, кто нас видел. Я сейчас эту всю песню расскажу, А потом ее спою, да. То есть, информация будет для лучшего усвоения. Ну, и вот я говорю, что В процессе вот этого нашего путешествия Ну, вот мы все-таки летим, Или мы все-таки плывем. И, 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 Сутирок же, ну, называли вот, Кто летал на воздушном шаре, Воздухоплаватель. Тихо- pressure Да, та. Все случилось, лучше не видеть в тесноте, да не в обиде. Поместились мы в корзине, как ни странно, в пятером. И огромный шар воздушный поднял в небо наши души. И, конечно, наши души не остались за бортом. Трудно выразить словами, что тогда случилось с нами. Без толчка и без разбега, нереально плавный старт. Шар земной стал удаляться, и на нем все уменьшаться. Это в небо подниматься начал наш аэростат. И поднялись над суетою мы, и поплыли над землею мы. Любовались красотою мы, и захватывало дух. Вот еще не выпасть бы сейчас. Ведь под нами метров тысяча. И гораздо выше мы сейчас, чем коллега Виннипух. После снизились немного, и проплыли над дорогой. По березовым верхушкам дальше был проложен путь. И такая красочища понесло нас на мочище. Если кто-нибудь не в курсе, это населенный пункт. Где попало мы не шарили, на воздушном плыле шаримы. И собою украшали мы окружающий пейзаж. А над мочищем проплывали мы, всех собак перепугали мы. И нечаянно создали мы на селе ажиаташ. Отовсюду нам кричали, отовсюду нам махали. Нас то в баню приглашали, а то выпить, закусить. Это в общем и понятно, очевидно, вероятно. Было б каждому приятно, нас прошали, как расспросить. И на воздушном плыле шарим мы. Ничего не нарушали мы. А напротив улучшали мы Все, что можно улучшать. И народом, населением Улучшало настроение Симпатичное явление Над землей воздушный шар От подобных приключений много ярких впечатлений. Потому что шар воздушный, это вам не самолет. У него и крыльев нету, и поэтому по небу Вроде кажется летит он, а приглядишься он плывет. И на воздушном плыле шарим мы Никому не помешали мы И один вопрос решали мы Как получше улучшать И на селе у населения Улучшалось настроение Потому что это здорово Над землей воздушный шар И на селе у населения Улучшалось настроение Не, ну это правда, это здорово Над землей воздушный шар Над землей воздушный шар Так, повеселились Сейчас поплачем Просто недавно человек написал, что А вот под эту песню Они с женой поплакали и помирились Песня называется «Убивали любовь» Вот, я сказал, что стихи здесь В этой песне не мои Это стихи Юрия Воронова Которые мне дали Ну еще тоже очень много лет назад Где-то, не знаю, году в 80-м Четвертом или пятом Не помню точно Ну я тоже сразу их взял и спел А потом уже, когда интернет появился Я туда залез И, оказывается, на эти стихи Ну, очень многие свои песни посочиняли Вот, и даже в репертуаре Отсамбля песни рык Ну там, конечно, все песи они отличаются Вот, ну, я спою свой вариант Убивали любовь Убивали в четыре руки Били с разных сторон Соревнулись в сноровке и себе Им шептала любовь Ах, какие же вы дураки Они ее в ответ За ударом удар наносили Убивали любовь И однажды она умерла Ей бы их обмануть Притвориться убитой и только Но любовь, как любовь Притворяться и лгать не могла Да и им плачало Не жаль ее было нисколько Убивали любовь На поминках его жилоги Заходили на скулок А взгляд ее слезы затмили И тайком друг от друга Все те же четыре руки Поливают отныне цветы У нее на могиле И тайком друг от друга Все те же четыре руки Поливают отныне цветы У нее на могиле На всякий случай я подумал Вдруг будет загрузка После такой песни Надо повеселее, да? Ренат, про облака Поставим по облакам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поставим по облакам По облакам А в небе дождик морозит От самолетов тен скользит По облакам По облакам А в небе дождик морозит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Которые недавно сочинились. Я просто знаю, что здесь винтяжку надоело, иначе потом не придете. Вот я плейлист составил, и вот совершенно случайно сегодня у Андрея Ежуа. Когда я ему читал, он говорит, слушай, а вот эту еще раз про любовь. Блин, точно, склероз уже. Возрастные изменения в лучшую сторону. Вот специально сразу рос и в песен. Я заглянул в ее глаза, в ее глазах была гроза. Весенний ревень, колокольчик полевой. И ветер мне шепнул из твой. На свете нет другой такой. Ты береги ее, и сердцем, и рукой. Ты береги ее, и сердцем, и рукой. Она смеялась надо мной, своей улыбкой озорной. Не говорила мне в ответ, ни да, ни нет. А ветер вновь шептал ей след. Другой такой на свете нет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. А мне не впрок, и не вдомек, и не хоронил, и не берег. И оказалось так нетрудно потерять. И ветер тихо прошептал. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Все потому, что про любовь вся наша жизнь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Да потому, что про любовь вся наша жизнь. Песни у Ирины Яконикова, на стихе Ирины Яконикова, там есть слова Рубцовским памятным стихом. Встретил путемешки из Бушки. Ну, естественно, я залез в интернет, нашел этот памятный стих, который называется «Звезда полей». Нашел в интернете, наверное, вариантов 5 разных песен на эти стихи, потому что стихи красивые. Ну, как-то все эти варианты были не моими. Поэтому я так же легко, как на стихи Ирины Яконикова, я придумал свой вариант на стихи Николая Рубцова. Звезда полей в Англии заледенелой, Звезда полей в минуты потрясений. Остановившись, смотрим по ленью, Уж на часах двенадцать прозвенела, И сон окутал Родину мою. Звезда полей в минуты потрясений, Я вспоминал, как тихо за холмом. Она горит над золотом осенним, Она горит над зимним серебром. Звезда полей, горит не угасая, Для всех тревожных жителей земли, Своим ученым приветливым касаясь, Всех городов, поднявшихся вдали. Но только здесь, в Англии заледенелой, Она восходит ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом, Горит, горит звезда моей полей. И сон окутал Родину мою. 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 Но только здесь, в Англии заледенелой, Оно восходит ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом, Горит, горит звезда моей полей. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, если вы думаете, что я ошибаюсь, Потому что я плохо готовился, То это неправильно. Я не знаю, почему-то я волнуюсь. Так, немножечко. А, ну, мы сейчас вот с севера Сразу быстренько переместимся на юг, А именно, в Крым. В прошлом году первый раз в жизни там Женой побывали. И очень мне понравилось. Появилась такая песня. Синее море Зря кто-то черным назвал. Можно поспорить, С цветом он не угадал, Если не в бурю Или какой-нибудь шквал. Ярче лазури Я до сих пор не видал. Там, где море пьет оюдак, Там сильнее, чем не повода. Скалы, вынырнув из воды, Сразу окунаются в небо. Неповторимый Сине-зеленый пейзаж Часто дельфины К нам приплывали на пляж И восхищали горы своей красотой. И восклицали чайки о счастье с тобой. Там, где море пьет оюдак, Нам бы жить хотелось всегда. Там, где, вынырнув из воды, Скалы окунаются в небо. И ударялась Тпенная в берег волна И разбивалась В пенные брызги она И под гитару Что-то шуршал нам прибой. И атовары Все украшали собой. Там, где море пьет оюдак, Нам бы жить хотелось всегда. Там, где, вынырнув из воды, Сразу окунаешься в солнце. Было, да сплыло, Было, да смыло волной, Может быть, было Все не с тобой, не со мной. Но верить я буду, Что мы еще повторим Летнее чудо, Сказку с названием Крым. Там, где море пьет оюдак, Нам бы жить хотелось всегда. Там, где, вынырнув из воды, Скалы окунаются в небо. Там, где море пьет оюдак, Там сиень, чем небо вода. И запомним мы навсегда Море, солнце, радость. Спасибо. Спасибо. Ну, еще одна почти что новая песня В конце прошлого года написана. Называется «Санкт-Петербурга свет». Вообще так, немножко странно, да, Что в Москве петь такую песню Про любовь к Петербургу. Мне в этой связи вспоминается, Как я хотел сказать, Москва тоже хороший город. И вспомним анекдот, который В этом году, наверное, В 82-м училище, Однокурсник, армянское радио спрашивает, Как вы считаете, какой город лучше, Ереван или Тбилиси? Как можно так спрашивать? Ереван, конечно. А как вы думаете, Сколько нужно атомных бомб, Чтобы исключить Ереван с лица земных? В общем, Тбилиси тоже очень хороший город. Городки разводятся мосты, Вновь я на свидании с тобой, Восхищаюсь вновь, Восхищаюсь вновь, Как прекрасен ты, Мой любимый город над Невой. Нет, не буду… Ладно, мы, может быть, ее потом споем. Все равно время к этому перерыву, поэтому мы сейчас яблоко поставим. Кто-то бросил в облака яблока, И несет его рыка вдаль легка, И в ночи ни звука, ни ветерка, И луна, как в облаках, и облака. А лето через парки кончится, Боже, да чего же мне хочется? И рябина на губах так горька, И луна, как в облаках, и облака. И луна, как в облаках, и облака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова